всем привет сегодня у нас занятием и вот агента на наши занятия первый пункт поговорим о том кто такой техник зачем он нужен и вообще в вашем понимании кто такой техник собственно я расскажу некоторые интересные типс так называемые вспомогательные типа секреты мастерства для демо встреч или подсказочки помогут будущем возможно следующее я расскажу даже секреты маленький про файдер дейс расскажу что это как мы это делаем для клиентов зачем они нужны приведу пример как мы это делаем и как я рекомендую то есть как достаточно это делать и расскажу наш давайте расскажу нашу историю как мы этим этим но сражали шаблон и пятый пункт если мы успеваем и вспомним то что мы начинали несколько занятий назад обсуждать какая-то и успешности итерации проекта и закончим и так кто бы он чтобы 14 занятий 14 занятия говорить были риски то что за риски то есть управление рисками да мы рассматривали правильно что еще хорошо мы вскользь затронули как правильно давать как же правильно правило подачи фидбэка это плюс минус плюс да это мы вскользь прошли это правило подачи фидбэка если ты хочешь дать человеку негативный фидбэк то желательно его обернуть двух сторон каким-то позитивом позитив для того чтобы подготовить человека чтобы он более мягко размягчить его до чтобы он более мягко принял негативный фидбэк а второй плюс это для чего воодушевить в том числе и в том числе опять же то что всегда запоминается что-то последний если вы самыми последними словами сказали ты идиот человек на всю жизнь запомнить что вы считаете его идиот если ты ему скажешь привет вас рад тебя видеть тебя красивая рубашка ты полный идиот хорошего дня здоровья тебе успехов он запомнит что у него прекрасная рубашка он будет помнить что вы чем-то недовольны но также будет вас воспринимать как хорошую персону пожелали пожелали ему удачи вот это правило подачи фидбэка мы рассмотрели кейс и опять же тип небольшой для менеджеров как нужно правильно хвалить и как можно правильно ругать ругать нужно хвалить нужно это очевидные вещи вот но очень важно то что менеджеры всегда будут они всегда хвалят очень редко вообще хвалят если хвалят то лично ругают обязательно при всех иногда каюсь бывает редко но бывает у меня когда начинает эмоции перешкаливать зашкаливать уже подкатывается вот тут вот примерно то я тоже могу словцом раздастся на весь ну не на весь но на какое-то расстояние так и еще мы рассмотрели фазу проектов что за фаза проектов что это такое фаза запуска проектов то есть у нас начинается все с инициации проекта но мы же не ракету запускаем не фаза запуска ракет не фаза запуска проектов а фазы вообще жизни проектов через какие фазы проходит проект от начала до кончала то есть у нас было project phase и у нас было итак поехали по нашей агенте как вы считаете какой техник он должен делать должен ли он менеджер команду наставник с технической стороны прежде всего наставник для команды разработчиков для команды разработчиков хорошо наставник технический наставник должен ли он вести ответственность за технические решения которые принимают команды или он да да так сказать не знаю то есть он не вести ответственность за технические решения он должен ли менеджер он получил потому что надо уметь распределять задачи по сложностью и как если после этой команде распределять задачи по сложности это не совсем менеджмент я считаю что это я не могу сказать просто раздать задачи по скиллам не совсем так чтобы это уже менеджмент согласен но если в таком контексте окей что еще наверное он должен быть самым альфа-ботан должен быть самым должен наверное быть наставником и быть контролером технического пусть будет реализации и качества что еще должен делать должен быть новатор новатор на проекте хотя бы вернуться еще пункту менеджер я вот не совсем согласен с тем что он должен быть разве что только на уровне кому на уровне таком чтобы выбрать правильно правильного человека под правильную задачу ну то есть правильно распределить задачи и то в принципе он не должен распределять эти задачи в принципе распределением задачи может оценяться project manager project manager должен иметь я об этом уже полностью уверен project manager обязан иметь технические скиллы иначе он просто во-первых сможет завоевать никакого доверия и уважения среди команды пусть это будут технические скиллы не этого стека пусть он там сейчас работает в команде с жарой пишет на джаве а он там всю жизнь писал на обчике 7 имеет значение или там два года писал но он должен быть технарем собственно и вот этот вот менеджмент который мы должны выполнять техлид по идее выполняет менеджер руками техлида или используя мозги техлида то есть менеджер задавая правильные вопросы в принципе начинает и начинает а учиться и понимает правильно распределиться дальше но техлид наверно должен опять же технический наставник проводить декомпозицию сложных сложных каких-то решений заказчик вода контактировать заказчик а для чего контактировать заказчиком прояснение и защита технического технических решений то есть презентация пусть будет для презентации должен быть должен презентовать клиенту технические решения можно еще долго перечислять кто такой техлит и что конкретно он должен делать у нас это все написано в нашей шляпе техниках которую писал я в свое время мне помогали много кто включился вот работу шляпа была написана она у нас сейчас есть можно взять и почитать что бы я хотел чтобы мы здесь чтобы мы здесь закрепили это первое то что наш техлид это в первую очередь лучший технический специалист самый опытный в первую очередь он конечно должен обладать каким-то в том числе жизненным опытом и опытом разработки достаточно большим чтобы быть уважаемым человеком потому что не получится просто у нас может быть человек как сказать он должен пользоваться авторитетом в команде не получится назначить двадцати восьмилетнего или там тридцатилетнего сеньора техлидом в команду с там пятидесяти двухлетним ну получится назначить но насколько это будет мероприятие классно я не знаю вот то есть он должен не говорю что он должен быть всегда старше нет но он должен обладать определенным опытом жизненным чтобы иметь авторитет какой-то в команде он должен понимать свою ответственность и уметь нести эту ответственность обязательно и там где команда не выгребает выгребает сам если кто-то не хочет кто-то не может он закатывает рукава садится и разгребает техническую сложную ситуацию или не сложную ситуацию или тривиальную он всегда должен быть доступен это тот человек который основной контакт с заказчиком всегда живет этот пункт поэтому основной контакт с заказчиком если какие-то проблемы технические то заказчик идет к нему конечно лучше сначала это пропускать через фильтр менеджера то есть заказчик сначала заходит к менеджеру менеджер говорит окей я тебя перекидываю на Петю Петя техлит и с Петей идет обсуждение вот есть ли какие-то вопросы по тому кто такой техлит зачем он нужен на проекте все понимают зачем он нужен на проекте для разработки архитектуры для задания технического направления для поддержания для поддержания технического технической чистоты что ли ведения проекта для правильности всех правильности всех правильности технической составляющей для проработки новых абсолютно решений для декомпозиции сложных задач разбивания на более простые объяснения людям для выполнения всей 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 сложной и тяжелой и рутинной и нерутинной работы но хотелось бы закрепить то что техлит это не менеджер то есть если он будет менеджером это круто но не обязательно для техлида быть менеджером дело в том что очень сложно найти как показывает практика по крайней мере пока очень сложно найти техлида вернее очень сложно найти хорошего очень высококлассного специалиста технического обладающими достаточными soft skills достаточно там той же эмпатии и так далее и так далее для того чтобы эффективно управлять или даже хотя бы управлять собой окей на теперь следующий вопрос есть какие то еще что такое демо что я зашифровал под этим словом давайте активнее чтобы быстренько закончили демонстрация результатов работы демонстрация кому клиент демонстрация командой результатов работы клиенту обычно это weekly basis каждую неделю допустим по пятницам или каждые две недели если это как принято в скраме после каждой итерации после каждого цикла разработки стрелочка у меня тут почти получилось после каждого цикла разработки в конце итерации проводится демонстрация демонстрация пробежал спринт демонстрация пошел пошла отработка фидбэка там техническая неделя набор задач на следующий спринт запустили спринт демонстрация вот иногда демонстрации проводят предварительные там ближе к концу короче демо это представление своих результатов работы давайте напишем периодически периодическое представление но есть проблема не всегда получается с клиентом встречаться на постоянной основе периодической не всегда получается людям собраться и с мыслями и отбарабанить это демо конечно же на каждое демо должен быть демо план это must have что такое демо план демо план это документ очень простой документ где который состоит там можно написать тайтл красивый демо план но состоит он из чего это название фичи которые мы собираемся показывать description фичи которая собственно ну о чем сейчас дальше шаги steps что нужно сделать чтобы эту фичу показать credentials это ну те логин и пароли под которыми нужно зайти на какую страницу нужно зайти ссылка на страницу логин и пароль чтобы человек мог спокойно взять эту бумажку спокойно прочитать на демо на демонстрации клиента то есть первый тип в том что обязательно должен быть демо план просто железобетон демо план готовит обычно тестировщик либо project manager но лучше тестировщик потому что он лучше всех знает представляет фичу тоже желательно ну по моему опыту лучше чтобы это делал тестировщик или PM но они сначала с тестировщиком прогнали весь демо план все понятно что фоказы можно чтобы это делал девелопер но лучше конечно чтобы это был человек который наиболее широко и глубоко знает все разные аспекты сценарии проектов потому что могут возникнуть вопросы и будет немножко туповатая ситуация когда девелопер скажет а я тут ни разу не касался этого функционала я не знаю или он просто случайно кликнет на какую-то другую ссылку попадет в другой раздел сайта и такой шлеп назад и вот этот тупняк клиент поймет ну увидит будет неприятно демо план должен быть у каждой команды должно быть понимание что мы показываем расписывают конкретно как мы будем показывать креды и поехали то есть это первый пункт первая фича вторая фича третья и так далее и так далее конечно же должно быть создано событие как создавать событие мы с вами рассматривали на новом занятии теперь должна быть что еще по вашему мнению должно быть обязательно запись да должна быть запись демо крайне рекомендую ее делать либо же когда вы проводите демо онлайн с клиентом провести запись сказать мы сейчас будем записывать и запись тебе потом отгрузит уже клиент сам скорее всего захочет поклацать либо показать пацанам в бане либо своей там подруге какой-нибудь показать как у него теперь фича работает поэтому ему желательно записать демо и потом отгрузить ничего не стоит его просто поставить демо на этапе со временем если клиент не может сегодня прийти или вам не совсем удобно это время так допустим вот у нас скоро вот-вот уже будет приемка проекта уже достаточно поздновато многие уже по уходили с офиса да почти все уже к началу все уйдут поэтому мы ну очевидно что можем мы окей остаемся но некоторые может быть неудобно поэтому записываем видео тип записываем видео раз готовим демо это обязательно демо план раз записываем по нему видео в спокойной обстановке после обеда там или до обеда 12 часов дня 2 и пишем мейл клиенту это третий пункт уважаемый клиент вот наш мы приготовили тебе демо за эту неделю мы сделали то 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 по списку дальше смотри по демо плану отправляем документ по демо плану отправляем видео наше запись и пишем дальше очень хотим услышать твой фидбэк расскажи пожалуйста что тебе понравилось что тебе не понравилось что мы сделали так что мы сделали не так работает отлично демо план у нас тоже все шаблоны есть он находится в папочке Google Drive можете взять посмотреть кому интересно подходит и покажет вопросы есть по демо демо это обязательно за этим пункт насколько предпочтительнее онлайн презентации чем вот допустим оффлайн я считаю что для команды и для клиента менее стрессово делать оффлайн отправлять им есть клиенты которым очень нужно много уделять внимание поэтому приходится делать онлайн но я вам честно могу сказать что лучше это делать оффлайн лучше спокойно записать демо отправить ему сказать если у тебя есть вопросы мы потом созвонимся и первое почему когда ты записываешь у тебя полностью стабильный стейджинг да ты все знают что ты сейчас будешь записывать никто ничего не диплоит ты подготовил все стабилизировал спокойненько в субботу допустим сел записал это демо ты знаешь точно что никто там не работает никто там не засомнит свои лопасти или ты сядешь там в понедельник в сутрица или во вторник раненько утром ты сел сделал записал демо у тебя все стабильно работает все оцифровал ты готов да клиенту отправил когда мы это делаем влайн команда очень часто хочет показать чуть чуть больше чем они сделали очень часто очень часто соблазн людей а давайте таки задеплоем эту маленькую фичу мы там сделали будет классно клиент обрадуется и поломали билд или там просто параллельно что-то рядом рядом какой-то кусок проекта отвалится это сплошь и рядом на демо сплошь и рядом сейчас у меня на проекте постоянно каждый почти каждый день проходит демо ее сдачи тот самый проект а где же куда же он делся проходит демо сегодня тоже будет и буквально вчера мы проводили демо и по готовому сценарию идем там тестировавший кликает на ссылку и ничего не происходит и он такой о блин похоже отвалилась там какая-то такая-то фича я пишу в общем канале ребят кто деплоит кто что делает а нет это было то было позапозавчера то что было вчера мы просто переходим по ссылке 502 и весь сайт 502 я типа ребят что случилось подождите минутку я тут деплою в смысле подождите минутку сижу я сидит клиент сидит тестировщик мы проводим демо онлайн подождите минутку да ну мы сидели тупили разговаривали о природе три минуты мы просидели просто так а трижды 3.9 это 10 минут просто пошло в трубу потому что девелопер решил пушнуть код перед тем как уходить домой ну за деплои не предупреждает это как деплои не предупреждает предупреждает ну так он подумал что уже закончилось или подумал что еще не начали да успеет да там даунтайм небольшой никто не заметил это человеческий фактор его нужно постоянно учитывать поэтому нужно разводить вот эти вот моменты подальше во временном периоде во временном по временной шкале поэтому я рекомендую демо записывать и отправлять клиенту еще вопрос есть еще есть плюс оффлайн давай ну так мне кажется это получение сразу уже в письменном виде ответа от клиента то есть это фидбэк или еще чего то тебе не надо будет потом это составлять просто c c c c c если куда то надо использовать информацию да 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 письменный фидбэк это очень круто на него лучше чем у нас конечно и у клиента есть время спокойно посмотреть спокойно мысли свои собрать в кучу да и спокойно загрузить ответ когда ты клиента приучаешь давать демо каждую пятницу вот и подходим к прайде апдейт tips tips вечер просто вечер пятничные апдейты это письмо каждую пятницу которое мы отправляем клиентам по нашим проектам практически ну по большинству проектов тем что он сделал что команда сделала за неделю что она планирует делать дальше friday апдейтс я сейчас расскажу просто что мы пишем что сделали 1 2 3 задачи что будем делать то есть планируем сколько то задач третье это какие у нас проблемы блокеры какие есть у нас проблемы с которыми мы столкнулись и просим клиента порезовывать ну порешать четвертый пункт как ты думаешь что мы еще пишем это сколько сколько в процентном соотношении работы в принципе уже сделано обычно это friday апдейтс приуроченный к какой-то дате то есть мы стремимся к какой-то дате у каждой итерации есть цель и мы также стремимся достигнуть этой цели и каждую пятницу пишем апдейт как близко мы приблизились к этой цели в процентном соотношении в абсолютных значениях клиенту обычно очень удобно и пятый пункт сколько бабла в это все всадили сколько всадили сколько еще осталось мы в бюджете или мы не в бюджете то есть этот пункт показывает мы он трек или ну мы идем по графику или нет а тут мы показывать инбаджет или аутобаджет на сколько мы в бюджете вышли или не вышли из бюджета а робот еще хочет добавить нет вот такое вот такое письмо фрайды апдейтс простое письмо которое отправляется каждую пятницу собираются собираются вся эта информация клиенту очень полезно первое это что мы сделали второе что будем делать третье какие есть проблемы которые мы не можем порешать четвертое это сколько мы уже работы выполнили до завершения какой-то цели потому что всегда есть какая-то цель если у вас на проекте или в итерации нету цели то это очень печально ее нужно установить и пятый пункт это сколько денег мы уже потратили на это мероприятие то есть какой процент бюджета уже израсходован и допустим представьте здесь у вас будет процент пройденного пути 30 процентов да а бюджета израсходован на 80 вы понимаете что что-то идет и так правильно какие-то вопросы есть по фрайде а вот и шестой пункт очень часто очень часто очень часто шестой пункт давайте я вот так напишу это наше демо и мы пишем вот наше демо ссылочка пожалуйста пойди посмотри очень классно работает так так я уже шестой пункт раскрыл да куда же делся проект идет приемка идет тяжело но идет потихоньку сдаем слава богу как только мы дойдем до какой-то финального этапа я обязательно с вами поделюсь информацией итак остался митинг ноутс и критерии успешности критерии успешности можем рассмотреть в следующий раз митинг ноутс могу сейчас рассказать не устали еще не думали сразу чёрки скажи это какая-то common practice или это рождено потом и кровью я не могу тебе однозначно ответить на этот вопрос возможно я где-то это прочитал возможно я где-то это подсмотрел я не помню честно я точно знаю что это как бы здесь компании этого не было я это как-то започаткувал описал все вот эти пункты тяжелым трудом были выстраданы вот эти вот четвертый пятый пункт был выстрадан проектом одним китайским проектом шестой пункт был выстрадан проектом один из один из проектов из штатов сейчас его Антон ведет или уже не ведет уже закрылся вот собственно я помню примерно даже какими проектами большими проектами которыми я занимался были выстраданы определенные пункты вот то есть ну здесь это родилось но возможно я где-то подсмотрел не буду как бы себе все это приписывать но тут одна задача какая здесь была основная задача приучить клиента что каждую пятницу он будет получать апдейт таким образом он будет ожидать пятницы и не будет тебя вообще трахать тебе мозг образно говоря в течение недели он ждет пятницы и знает что в пятницу придет но если не дай бог ты в пятницу не прислал то хавайся в субботу да хавайся в субботу нужно каждую пятницу отправлять он это ожидает он готов в пятницу обрабатывать в понедельник приходите с ответами и так далее и так далее то есть первая цель была приучить клиента к коммуникации профессиональному более-менее работе второй предоставить максимум информации для того чтобы он мог планировать и дальше ну как-то оперировать своими часами и вообще чтобы он третий обязательно держал руку на пульсе и чувствовал что он управляет процессом действительно он управляет процессом окей так я думаю на этом стоит заканчиваю потому что у меня сейчас встреча будет и и мы не успеем не митинг но ус рассмотреть не критерий успешности поэтому предлагает принести следующие занятия никто не прожит вопросы есть какие-то потому что рассказы все хорошо все понятно обязательно помните кто такой техлит не пытайтесь сделать из него менеджера пусть он лучше будет альфа-ботаном вашим и будет всегда помогать сложных технических ситуациях обязательно он должен идти к клиенту и презентовать все технические решения защищать демонстрационные встречи можно проводить нужно проводить но я бы рекомендовал их записывать записывать по демо плану демо план прилагать к письму писать письмо демо план прилагать без видео и просить клиента вот ты можешь провести по этим шагам вот тебе описание задач вот тебе шаги как практики по задаче buat тебе пл que M под каким пользователем за одинница чтобы выполнить ожидаемый результат экспепторизовал вот и не забывайте еще очень такой интересный хороший инструмент, это пятничный апдейт. Каждую пятницу у них в зависимости ни от чего отправляйте клиентам пятничный апдейт, если конечно у вас нет каждодневных встреч с клиентом, где вы будете писать что вы сделали, что будете делать, какие у вас есть проблемы, чтобы клиент их смог помох вам решить. Также рекомендую добавить сюда сколько вы прошли процент пути пройденного процент потраченного бюджета и ссылочку на видео вашего демо с результатами работы. Собственно все на сегодня. Спасибо большое что пришли.